И снова всем привет, дорогие друзья! Мы проходим тренинг по мануальной терапии. Сейчас будем проходить визуальную диагностику. Вот у нас модель Галины сегодня. Начнем с визуальной диагностики. Честно говоря, можно все понять, пропальпировав человека, пронажимав, просмотрев визуально, как он выглядит. Мы все, в принципе, природы не симметричны, поэтому не пугайтесь. Некоторые девушки, особенно бывают, которые следят за собой, удивляются, что у них одна половинка даже лица от другого отличается от левой, от правой половинки отличается. Но это норма, я вам скажу, это все бывает. Так, вы не стесняетесь, не боитесь, да? Нет. Вот сразу видно, да, что плечо сильно выше. Лучше, как-то успеете, надеюсь. Сильно выше плечо. Тут мышца напряжена, вот она там, надута. Дольно? Ага. Здесь? Чуть-то тоже. Тут меньше, да? Да, тут меньше. Вот, ты понимаешь, вот она как бы вздута, да? По голове, смотрим, голова получается, наклинена сюда, да, это называется криво шея. Человек вот сюда ходит, чуть-чуть голова вбок. И теперь попробуем пройтись-то пару шагов вперед и назад. Ну, спокойно, шагом, как ты ходишь. Тоже явно видно, что заваливается при походке на вот эту ногу, когда ниже опускается. А вот этот таз уже даже визуально видно, что выше, да? Это вот признаки сколиоза. То есть, если таз развернут вот так, то плечи будут вот так развернут. Вот другую. Вот другой диагонали. Как раз вот мы это видим. Еще раз пройтись вперед-назад. Спокойно, расслабим шагом. Угу. Назад. Так, смотрим, как стопа стоит. Угу. Разворачиваюсь спереди. И проверяем, соответственно. Вот, плоскостопие не стоит, что и ровно. Получается, вот тут чуть ниже стопа, вот стопы опущены. Почему? Потому что, скорее всего, эта нога удлинена, и она больше упор в пол делает. Соответственно, как понять еще по поводу сколиоза? Среди руки вот так вот. И близки к себе к груди прижми. Вот, смотрим по вот этим расстояниям. Здесь влазит четыре пальца. Здесь вот три пальца влазит. То есть, получается, сколиоз... То есть, мы пока предполагаем, пока еще, как бы, диагноз. Плоско не ставим, что, скорее всего, в грудном отделе, ребра развернут, ой, позвоночник развернут вот сюда, ротирован. В право получается. Теперь с закрытыми глазами, вот так возьми, соедини руки. Вот, на ней. Влазит. Как разок, 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 разок. Как разок, 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 разок. Поднимаем. И смотрим по пальчикам, ближе, подойдите. Получается, с правой стороны все пальцы, они как бы чуть-чуть выше. Ну, не сильно, там, где-то миллиметр на 3-4. Особенно вот эта выше, да? Получается вот этот шейно-грудной переход. Я вам говорил, что позвоночник делится на 4 части, да, условно. Шейно-грудной переход. Это грудной отдел, верхний грудной отдел. Вот он максимально высоко, да? Это нижний грудной отдел, уже меньше высота. И поясничный отдел тоже, в принципе, тоже с этой стороны высота. Также я говорил, что организм многократно по принципу голографической реальности Вселенной повторяет сам себя, в себя отражает, да? Также мы можем протестировать и по радужке глаза, и по языку, и по... Ну, человек найти и на ладони, и на стопах. Например, можно показать язык, так широко вытащить его. Только расслабленно. Слабленно. А, нам не было бы у нас. Сейчас, чтобы бы, еще раз, шири-шири-шири. Вот видите, дужка языка с этой стороны больше. Получается, вот, с той стороны голова находится, здесь вот крестец на кончике языка. Если ось языка взять, давай, проглоти язык. С глотни словно, если надо. Еще раз вытаскивай. Значит, получается, здесь грудной отдел, поясничный отдел, и вот тут вот совсем крестец уже. Закрывай, вот. Ну, такие тесты у нас. Не стесняйся. Не смещайся так, развернем. Вот теперь наклоняем шею. Нормальный человек должен спереди, докасаться до грудины подбородком. Может, потом? Ой! Качается? Нет, потому что мне с утра вот заклинилось, да. Да, вот там где-то заклинило, и... Сейчас посмотрим. То есть, нормальный человек должен коснуться спокойно грудиной подбородком, и зале коснуться седьмого позвонка, да, нагибает нас от головы. Все, все, все. Дальше тоже тазовничная грудная, упрямляйся, ну, не хватает этого движения. Примерно 40 градусов наклон должен быть в одну сторону, ну, почти есть. И потом включение поднимает в другую сторону. Ну, главное, что симметрично. Не до конца, а не 30 градусов получается. Еще в ту сторону. Другую в другую, влево. Ага. Тянет сейчас? Да. Нет, влево. А, в другую сторону? Вот здесь тянет, да? Да. Вот эта мышца, вот эта мышца сковала, и вот тут выпирается из второй позвонок, вот он выпирает. Ну, сейчас мы до него еще доберемся. Теперь поворот влево, ключ на месте. Дорогой, головой, только влево. Смотрим угол поворота, ну, примерно, вот, примерно, получается 80 градусов. Это норма нормальная, 80, 90 лет какого-то влево, но не больно, да? Теперь в другую сторону, смотрим тоже, получается, ну, или сколько пальцев пролазит, допустим, здесь, 4 пролазит, здесь, в другую сторону, здесь вот 3 пролазит, но это 3, за то, что это мышца надута, еще очень сильно поднята. Теперь нам надо проверить, все, на кроме, смотри, и полшага вот туда. Нам надо проверить, сжаты ли вот эти вот боковые посеточные суставы, да? Для этого мы их, ну, то есть на рентгене должен быть просвет виден, да, насквозь. То есть мы их тогда специально сжимаем еще больше. Развернули шею вот так, надавили вот так, ну, тут у нас стержень железный получится. И вот когда их спрессовали с этой стороны. Развернули, легче назад немножко, и вот я их, видите, сжимаю. Фиксирую, причем, человеку, держу его полностью сжимаю. Есть боль? Нет. Только натяжка здесь, да? Теперь сюда. Нас обратно не поворачивается. Фиксирую, смотрите, за плечи держу, да, и давлю вниз. А тут? Угу. Вот тут есть боль, да? Вот куда-то, вот сюда отдают. А, отзади? Да, да. Да, ну, вот, видимо, посеточные суставы здесь более спрессованы, да, и может быть ротированы. Какой-то ротации сейчас проверим. Как отделить отличительный? Седьмой позвонок шевины, да, вот он внизу, самый нижний, вот первого грудного. Как правило, они оба выпирают, достаточно сильно, в отличие от остальных позвонков, да, но бывает еще выпирает шестой позвонок и второй позвонок грудной. Шестой, шестой, седьмой шейный, первый, второй грудной. То есть до четырех позвонков могут выпирать. Это, в принципе, норма, не надо их постоянно забивать тогда, да, это, это бывает у людей. Значит, первый грудной, видите, он ребрами закреплен, все грудные позвонки закреплены ребрами, а шейные слишком мобильные, вот они вращаются достаточно во всю сторону, и практически голова верится на, ну, совершает оборот макушкой на 30-60 градусов, почти, да. За счет этой подвижности шея и страдает, чаще всего, поэтому они смещаются, съезжают, а тут у нас еще и нервные всякие узелки окончания, кровеносные сосуды, в общем, что-то там всегда бывает пережимается. А пережалость, вот это, например, выпятился позвонок второй, у тебя как раз, вот сюда, в бок, да, он давит на мышцы, вот так вот. И, соответственно, мышца напряжена. Вот, посмотрите, теперь, что спереди. Вот это называется мышца грудина-ключично-сосцевидная, вот она идет вот туда, за грудину. Здесь она, видите, расслабленная, а здесь, смотрите, вот какая, ее даже видно визуально, вот она большая, видите, да. Ее хорошо видно, когда человек поворачивает голову сюда. Вот, жестковато, в другую сторону головы. В принципе, такая же, но не натянутая. Значит, ее сразу можно расслабить вот такими движениями. Пережнули голову и натягиваю. Вот так, ты сопротивляйся. Вот, сопротивляйся. Ага. Я ее, видите, поперек растягиваю. Теперь твоей стороне поворачиваю голову, сопротивляйся. Мне не сосредоточиться слишком сильно, наверное. Вот так. Вот так и в другую сторону растягиваю. Также мы будем ее разминать, но в дальнейшем сразу задний ролик все не покажешь. Будем ее разминать, растягивать и крепится она вот здесь вот, сосцевидный отросток, вот сюда она крепится. То есть, вместо крепления здесь и вот здесь будем растягивать. Но это лежа будем делать. Все, смотри, ровно. Разверращиваемся. И теперь сами позвонки. Значит, сзади максимально и расслабляйся. Получается, где же мы там позвонки? Смотрите. Я предполагаю, что вот он выбирает седьмой, седьмой, первый грудной и второй грудной. Видите, три. Я пока предполагаю, какие-то позвонки. Могут из их захватить. И вот если их так захватить, с двух сторон держать, да? То при наклоне шеи, при ротации и при наклоне, подъеме туда-сюда, разгибании, разгибании, они не шевелятся. А седьмой позвонок, вот два, большие пальцы, держу два позвонка. Седьмой и грудной. Тут они уходят вовнутрь. Тут они начинают выпирать. Вот седьмой начинают выпирать. При ротации он тоже вращается. При наклонах он тоже движется туда-сюда. То есть они подвижные. Также мы наклонили голову. Прощупали все остальные позвонки. Вот тут, где бугорок, заплышечный бугорок, да? Все бугорки не просто так, они для чего-то нужны. Сюда крепится связка, которая идет сзади по всем поверхностям позвонков. Позвонков, по-моему, до первого грудного позвонка. Она держит шею. Шея не отвалилась. И под черепом, прямо туда, проходя эту буянную связку, вот мы чувствуем ямочку. Большое затылышное отверстие. А чуть ниже, буквально сантиметры спустились, мы чувствуем второй позвонок. Он наиболее выпирающий. Видите, у него большая душка, но она двойная. В отличие от всех остальных позвонков, видите, она раздваивается, как вилочка такая. И вот это нам может быть немножко обманкой. Когда мы смотрим по естественным позвонкам, отросткам, да? Вроде бы они все на одной оси, на одной оси. И вот доходим сюда, и вроде бы он тут есть, но вторая душка у нее вот сюда чуть выпирает. Слава богу, шея тоненькая, тут ее чувствуется и первая, и вторая душка. Вилочка. Чтобы не обмануться, вот смотрите, рисунок, да, вид сверху на человека, да, получается, по часовой оси, относительно черного, черного позвонка. Нарисован ровно по осям, да, а этот развернулся чуть-чуть. И вот у нее две дужки. Вот эта душка у второго позвонка, она как бы находится на оси, а тут не видно дужку, потому что за... Вот они, вы же можете посмотреть. Вот видите, они на одной оси. А вот эта, она как бы за мышцей находится, и ее тяжело прощупать. Поэтому обязательно представляйте картину в 3D. Вот под этим сосцевидным отростком, где крепится вот эта мышца, я как-то показывал, сосцевидная, да? Гурдина-пучично-сосцевидная. За ней вот сюда заходим, вот сюда, и вот тут прощупываем как раз боковые отростки, вот эти вот, поперечные. Получается, вот он развернулся, и таким образом чуть-чуть сдвинулся. Вот туда они боковые чуть-чуть сдвинулись. Видите? Если это грудной отдел, то вот тут ребро показано, да, то получается, ребро, реберная дуга поднялась. То есть при сколиозе, если у тебя, сейчас ляжешь на 100, посмотрим. При сколиозе в правую сторону у нее должна подняться левая реберная дуга. Но это не всегда прям так, 100%, да, бывает и это поднимается, потому что ротация позвонков может быть внутри. То есть здесь они туда сдвинуты, да? Но еще внутри развернуты вот так, в обратную сторону. Сами тела позвонков. Так, значит, проверяем. Вставай еще раз. Голову не планили. Вот сбоку прям, вот вот этой, со стыдной косточкой, скобу такую делаю с пальцев, да, и прямо туда захожу поплотнее. Головушку расслабь. Аккуратно за лоб движемся и чувствуем, где выпирает. Вот справа выпирает больше, сразу больно, да? Вон она даже мошится. Не мошится, не мошится, нормально. Держим, конечно, все аккуратненько, вот так вот берем человека, да? Не надо прям брать за морду лица и вращать, как бульдогу, вот так вот туда-сюда, чтобы на слюни разбрызгивало, да? Все аккуратно, тем более у девушек макияж надо все сохранить. Проверили на ротацию, на наклоны. Вот. А тут я чувствую, что третий, а тут третий упирает в обратную сторону, с той стороны. Вот четвертый примерно посмотрели. Пятый. Ну, если вы там, не обязательно, как бы, каждый подряд считать, да, они же там вообще вместе, да? То есть, если вышел, вот, например, третий, то он и четвертый, и пятый, вот они там одинаковые будут сбоку. Почти гладкие. Это только у Атланта большая душка, видите? Поперечная. Ну, и у седьмого, кстати, вот у седьмого тоже большая. Вот она. Так, дошли вот до седьмого. Давай сбоку покажем, где мы держим. Вот, вот мы держим. Вот это шестой, а вот седьмой. Так, ну, седьмой у тебя на месте. Да, шестой, седьмой на месте. Шестой, седьмой, пятой на месте. Определили. Так, ну, теперь по поводу сколиоза. Давай спиной поворачиваемся. Сделаю руки вот так вот, только за спиной. Да, задание вверх получится. Давай, сколько можешь? Ловишь, можешь же. Так, смотрим по расстояниям. Воду наглазит? Воду не глазит. Ну, может. Что-то не точно. Кстати, смотрите, ключи опустилось. Когда она вот так вот сделала, плечи вырумлись. Фокус. Ладно, опускай руки. Опускает, а тут уже сразу поднималась. Поднималась. Так, чуть-чуть. Ну, вот, тут видно. Чуть-чуть заметно, да, немножко, что он вправо пошел. Ой, влево, влево. А тут, наверное, вправо. И нам надо посмотреть вот эти ямочки. Ямочки держим. Ноги на ширину и плеч. Снимайте лучше сзади, чтобы было видно. Значит, держим за ямочки. И чуть ближе вот сюда, где вот мышцы. И за верхний уголок этого гребня. Отзывы костей. Кстати, тоже можно проверить. Вот от позвышек костей до плавочек гребни. Вставляем пальцы. И смотрим, сколько влазит. Тут перевлазит. Здесь. Здесь все четыре лоза. Сбоку. Значит, держим гребень сверху. Держим здесь и просим человека скрутиться. Сгубиться, сбубиться. И начинает сгибаться по одному позвонку внизу. Вот так вот. Сгубиться, да. Все, все, все. Назад. Просто показали, чтобы он не гнулся от таза, да, гнулся сверху. По одному позвонку ниже, ниже. Так, держим. Давай. Включивается. Не быстро, не быстро. Стоп. Дуба тут больше. Видите, реберная. Еще. А, огняться на, смотрите, огняться через левую сторону. Сибискорпус туда пошел, видите? Еще раз. Вот, если дальше до пола. Докуда можешь? Замри. Вот тоже видно. Вправо пошли, влево пошли. Тут выравнивается от этого ровная часть. Держим опять. И обратно. Вправо пошли, так же медленно голова висит, висит голова. В горбись висит голова. Вот тут ровно идет. Выправо пошли. Вот, стоп, стоп. Нет, ну, они. Вот видно, что немножко они вот тут получаются в право, да. Отсюда поднимается вот этот дуга. Вот, например, дуга. И, видимо, поднялись, подняли они по этому лопатку тоже. Вправо пошли. Здесь я чуть-чуть по мастерам подрисую. Вот они, ямочки. И вот позвонки. Раз, два. Во-первых, видно, что расстояние здесь меньше, чем расстояние здесь. Ну, чуть-чуть меньше, да. Во-вторых, что мы щупаем? Еще натяжку мышц. Вот эти. Вот туда, в тутое сходит мышцы. Вот эти мышцы. Когда человек нагибается, еще раз, гонгись и нагибаюсь. Можно по костям ездить туда или сюда. Еще до конца. Вот, замри. Смотрите сверху. Вот, видите, он уехал высоко вверх. Вот эта точка относительной до точки. Поднимайся. И смотрим, например, мышцы эти. Напряжены, но не больно, да? Нет. Все, выкруляйся полностью. Иногда чувствуется, что одна мышца прямо нормально гнется, другая натянута, как струна. И вот пальцами нащупываете, да. Обычно натянута там, где он длиннее получается, да. Здесь у нее, ну, когда стоит, практически горизонтально. Видели, когда нагибается, этот таз идет чуть вперед. Чуть обгоняем. Далее смотрим. Сейчас тоже выше, да? Чуть выше, да. Чуть выше, да. Правая сторона выше. Да, выше. Чуть знаете, может быть, кожа сползла и мог нарисовать, но очень точно. Чтобы проверить, точно нарисовать или нет, проверяем. Вот ямочки, вот эти, которые зеленые нарисованы, вот они здесь, да, это кости. Но надо проверить еще, как они выше-ниже. Вот по вот этим костям. То есть смотрим еще сверху. Смотрим еще снизу. Вот тут вот, где они крепятся, да. То есть верхний уголок, нижний уголок. И спереди смотрим тоже, получается, этот уголок. И под уголком. То есть положение, получается, смотрите, относительно крестца, вот этот сустав, да, положение, ну это мы еще на рентгене будем смотреть. Тазовый костей может быть ротация, ну, давай так правильно назвать, флексия вперед-назад, это раз-два. Вот так, отведение, и вот так, заведение. Три-четыре положения, да. И теперь вот так, и вот так. Пять-шесть положения, да. То есть шесть положений для этой половинки, шесть положений для этой половинки. Это сколько вариаций может быть? Тридцать вариаций может быть, да, у человека, вот. Причем я вам показывал картинки, там иногда таз один относительно другого, аж на пять сантиметров. Или шесть там ниже опускается. Там вообще страшная картина. И на рентгене будет видно вот эти вот щели. С одной стороны она будет спрессована, а с другой широкая. Такая чуть ли там не до семи-восьми миллиметров расщелина такая появляется, да. Соответственно, где спрессована, на рентгене будет видно, что белый налет такой, да, больше, чем с этой стороны. Это вот кальцирование происходит, откладываются кальциты, соль и кальция. Так что, чтобы вот это проверить, надо прощупать. Соответственно, я же говорю, по-моему, да. Вот эту кость, вот эту кость сверху, снизу, сзади верхний уголок. Ну, сами ямочки мы уже прощупали. И нижний уголок. Нижний уголок, действительно, верхняя находится вот примерно на расстоянии трех пальцев, трех-четырех пальцев, да, это вот как раз спичный коробок, пять сантиметров. Вставай туда спиной, держись за подушку левой рукой. Левой, да? Да, вот так вот. Клежь, ближай к подушке, бляжь. Опора нужна. Мы нащупываем, вот пять сантиметров откладываем, и нащупываем здесь вот... Ой... Так, что-то тяжело нащупать. Так. Ну, примерно вот так вот, вот снизу его поджал, да. И теперь стой на левой ноге и шагай правой ногой вверх-вниз. Харинку поднимай вверх-вниз, как солдат. Одной только правой, одной и правой. Выше, 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 выше. Вот, и мы ощущаем... Все, стоп. Ощущаем его подвижность. Насколько он ходит туда-сюда, туда-сюда. Здесь нормально. Теперь здесь. Прижали. Теперь левой ногой шагай. Ну, то, в принципе, нормально, да. По крайней мере, симметрично движение. Движение. Наши степи на стол, давайте подушку берем. На спину, голову сюда. Значит, я уже говорил, вот этого базиса, да, наша основа. Есть много разных школ. Кто-то считает, что все идет от Атланта, да. Искривону Атланта, искривону все вниз. Ну, в принципе, правильно. Человек же не может ходить так криво, да. Он будет себя выпрямлять. Плечик как-нибудь подожмет, потом таз подожмет. И будут как-то уже это вылять. Которому ему кажется, что ровно идет. А на самом деле, у него есть кривой. А кто-то считает, наоборот, что все от стоп идет, да. Стопы развернулись, и пошла ротация. Ну, я вам уже показывал, да. То есть, вот, свод стопы. Теперь, чтобы показать, как правильно было, то надо даже вернуть. Свод стопы сплющился, а это, соответственно, видите, соответственно, это ротация, вот, пошла ротация. Ротация берцовой кости, значит, будет проблема здесь. Ротация бедерной кости, вот, во внутрь, да, получается. Соответственно, таз будет завариваться вниз, вперед, вперед и вниз. Вот и пошел скориус. То есть, и та, и та школа, а не правы. Надо смотреть, как бы, шире, не засыпываться, что только атланта, да, и все. Все, что сверху отражается внизу, то есть, что снизу отражается вверху. И в основном отражается из-за вот этого плазиса. Да. Если таз развернут, то, соответственно, будут разные геннонок. Проверяем нобби. Положили человеку пару льня. Смотрим, чтобы по оси все было, да. И смотрим вот так вот по льзу косточкам. Сверху, сверху. По льзу косточкам, ну, снизу, вот, вот, поджали пальчиками. Если их не видно костей, да, то можно вот, с той стороны, снизу поджать пальцами. Нижний уголок посмотреть. Ну, вроде ровно, да, здесь ровно. Теперь по пяткам. Тоже ровно сверху. И по большим пальцам расслабь, расслабь, расслабь. С этой стороны, ну, в принципе, ровно, одинаково. А бывает, прям, что один палец вот так вот торчит. Да, вот ноги, которые длиннее. Смотрим по коленкам, по выпирающим вот этим частям. Тоже ровно. Смотрим теперь по вот этому уголку переди костей. Вот так, сверху смотрим. Это относительно стола. Значит, получается, вот тут он вверх пошел. Вот это выше. И относительно оси позвоночника. Вот снизу поджали. Как раз. Тоже выше, да. Тоже выше. Вот видите, примерно на сантиметр выше. На полтора даже сантиметра. Так, переворачивайся. Лицом вниз. Я выше говорю. Ливером в ад. Аферина, счастья Богу. Так, давай дружечку сделаем, чтобы дышала. Нормально, да? Здесь также продолжаем проверять ноги. Соединили их вместе. Вот так смотрим. Сверху. Равны, да? По пяткам равны. Ну, как ни странно, вешаться ноги равны. Подниму. Если не равны, да? Выравниваем их вот так вот. Это что мы делаем? И смотрим вот сюда. Вот как прицел, да? Как прицел. Вот в эту дырочку. Смотрим, чтобы у нас проходила полупопия между лопаток, затылок и уши были симметричны. Настроив эту симметрю, опускаем ноги вниз, держа их вот так вот под прямым углом. Если симметрия нарушаются здесь, вот немножко. Держи, держи. Чуть-чуть нарушилась, да? То, соответственно, идет искажение ног. То есть одна длина и другой. Ну, в данном случае у нас модель с равными ногами пришла, да? Мы этого не видим. Но что мы этим добиваемся? То есть вот так вот мы из теста, то есть где может быть искажение? В щекотке во всех суставах, да? В коленном суставе, если бы он был переломан, например, на низкую долину, да? В тазобедренном суставе и в повесенично-престцовом суставе, да? Вот эти все суставы мы как бы верхние отключили, смотрим только за счет длины берцовой кости, да? Если она вот так вот одной длины, а вот так другой длины, получается, да, нога, значит где-то есть искажение выше вот этой зоны. То есть вот тут. Раз, два, три, в трех местах, как минимум. То же самое мы делаем и когда лежит человек на спине. Перевернись, пожалуйста. То есть, чтобы исключить, чтобы исключить врожденно этого длина ног, да, разное. Ну, я же начал с того, что мы не симметрично все от природы бывают, разное. Поэтому, собственно говоря, есть такая, ну не то что миф, а как бы, как это по-другому назвать, присказка что ли? Что человек, когда заблуждается в лесу, заблудился, да, он ходит кругами все время, да? И круг у него всегда в левую сторону, потому что природа у нас левая нога на несколько миллиметров, там, ну не знаю, 2-3 миллиметра короче, и поэтому чуть меньше шаг левой ногой делает, правой больше, и всегда на левую сторону он закручивается в лесу. Ходит кругами. Здесь, соответственно, тоже, если они разной длины, вот в этом положении, да, давайте из теста исключим тазовую кость, садимся, вот держи ноги, тут стоим, ты садись на попу ровно. Нет, тяжело? Ну, желуками, руками помогай, да? Выше не можешь, если бы, все, вот так, когда сидишь. Значит, человек сел, смотрите, на что? Настя, дальше на кости вот насел, да, значит, в тесте уже не участвуют. Вот этот сустав, КПС, т.е. забедренный КПС и ППС, не участвуют в тесте, да, а участвуют только колени и щекотки. Если в этом положении длина ног стала ровной, да, тогда хорошо. Человек ложится обратно, а мы держим, и смотрим сюда. И здесь она искривилась, на водоноге стала, допустим, длиннее, да? Значит, мы убедились, утвердились в том, что проблема где-то здесь, вот ее надо здесь искать, да, в этой области. Если нога, как была, одна-другой длиннее и лежа, и когда человек сел, так же остались ноги, да, то это вразумное. Понимаете, да? Тогда лечить не надо. Значит, мы убедились, если в положении, когда человек полностью лежит, одна нога короче другой, и когда садится на попу, и нога так же остается короче другой, да, ну, или равной, и в тому другом случае, то, значит, это врожденная длина ног, да, значит, мы ничего врожденного менять не можем, да, мы же не будем, как эти хирурги отпиливать ногу и выстрелки менять ее. За счет чего менять длина ног? За счет берцовой кости, да, и бедренной кости. Ставим коленки вот так поближе друг к другу, смотрим по высоте вот отсюда. Получается, вот это вот выше, да, но это, с этой стороны, это бедренная кость, да, а вот так вот смотрим, то чашечка, смотрите, чашечка тут вперед ушла, а это вот чуть назад его и вверх. То есть, это величина бедренной кости. Ну, убеждаемся, что переломов не было, сращений никаких там не было, да, вот, но бедерная кость может торчать вверх из-за того, что, допустим, таз еще поднят вверх, да, сейчас пока это на заметку возьмем, таз потом проверим. Доворачиваем кости вот так вот и смотрим по высоте здесь. Ну, тут вроде равно, да, тут равно, и по вот этим сидящим костям тоже смотрим, какая выше поднялась, какая ниже. Вот их сравниваем вместе. Получается, вот это выше, это ниже. Ниже опустилось. И мы помним, что когда проверяли вот здесь, вот это было выше и поднято тоже выше. И сюда, и сюда. То есть, получается, тот конец ушел вот сюда. Видите, почему ниже? Вот так оно развернулось. Теперь само бедро. Щукаем здесь, щукаем здесь. Не больно? Нет. Ну, вроде на равной высоте, но немножко, мне кажется, что вот это приподнялось вот сюда. Чтобы ее опустить, мы расшатываем ногу. Расслабляйте, расслабляйте. Просто расшатываем, расшатываем. Покрутили. Надеюсь, ты расслабляешься. Ну, в ту сторону. Подигонали, под 45 градусов. Толкнул. Ничего не было? Нет. То есть, вот. Под 45 градусов получается. Видите, вот сустав, там под 45 градусов идет. Оси позвоночника. Ну, мы толкнули туда. Так. Еще как проверить? Подставляем коленки поближе к себе. Убинаги. Убинаги. Ближе к себе. Подходь. И поднимай таз вровень с коленками. Вверх. Вот. Человек, вроде, стоит спокойно. Не тяжело, да? Нет. А до ногу упрямляю вот эту, эту на месте. Она прямой выше, выше, выше. И смотрим в таз. Загибается или нет? Нет, не загибается. Вица мощной. И там, где поясничку, смотрим, тут не болит, да? Ну, поясница болит. Тут всегда болит или в этом? Да, всегда. Все, опускай. Меняем ноги. Меняем эту на коленку. Это подняли. Также проверяем. Вот сюда, видите, больше заваливается. А вот тут болит? Да. Он у меня так сплошным болит. Всегда, да? Да. Опускай. Ну, опускайся. Так, получается, справа она более жесткая, а левая, помните, когда она наклонялась, стоя, она ходила сюда. И сейчас, когда подняла ногу, она более, ну, то есть, менее стабильность с этой стороны получается. Все, разворачивайся на спину, подняла живот. И вот так же, значит, меряем по вот этой косточке или ямочке, да? Все, вроде, одинаково. По верхней части смотрим, вот тут вот. Вот это чуть выше. По вот этим местам, ну, вроде тоже одинаково. И вот примерно 5-7 сантиметров здесь вот. А, ну вот у женщин побольше, у женщин где-то на 4 пальца получается. Ну, тоже чуть выше. Чуть-чуть, это все на 5 миллиметров, там, практически, даже меньше, на 3 миллиметра. Теперь вот это расстояние к ППС смотрим. Здесь вот два пальца входит. Здесь два, почти три. Помните, там, визуально нам показалось, что ты длиннее, да? Вот так мы убедились, что реально длиннее. Вот, подвигано листами. Три пальца, два пальца. Значит, что надо будет делать тогда в этом случае? А, ну, и эти, сами позвонки. По одному позвонку никогда не поймете. Сразу один-два сверху, один-два снизу. Проверяете, по оси они или нет. Ну, любыми пальцами, какими вам удобно, можете вот этими. Большими. Некоторые вот так вот проверяют. Можно вот так захватить, чтобы посмотреть, корротированы они или нет. Ну, а так, смотри, относительность вот так вот, сдвинут или нет. Как-то лежишь, ты даже и выровнялась. Вот. То есть, в такой позе она почти стала ровной. Немножко тут ротация туда, тут сюда. Вот отдельные позвонки. И вот этот позвонок, его больше надо будет и туда толкать, забивать в ту сторону. Значит, таз надо будет нам с этой стороны забивать вот туда, разворачивать немножко, а этот вот сюда. Ой, наоборот, извините. Этот вот туда вперед, а этот назад. Стыковывать. Ну, значит, методы какие? По работе с тазом, да? Об этом я расскажу сейчас в следующем видеоролике. А пока мы отработаем на практике вот эту вот визуальную диагностику и тесты. Тесты на грыжу я уже показывал вам, да? Это, соответственно, продавили здесь, не больно, да? Продавили здесь, не больно. Вот. Соответственно, когда лежала она на спине и поднимала ногу вот так вот, да? Выше 30 градусов она бы не смогла поднять ногу, тем более держать на весу. Сразу была бы боль. Значит, у нее грыжи нет. Также можно победиться. Вот так прямую ногу отставь, держи, держи на весу. Опять, штопу чуть сюда. И вот как бы сдавливаем вот этот сустав еще больше. КПС, да? Нету боли? Нет. И КПС теперь должен с этой стороны и с этой. Нету боли, да? Нет. У меня просто постоянно боль в пояснице. Все, все, отпускай. Просто боль. Так, тогда эта мышечная боль. Вот здесь болит, да? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Да. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Только тут, да? Да. Ну, это вот уже поддается массажем. Смотрим расстояние между этими между ассистами. Ну, практически тут они все спрессованы. То есть, надо будет их уже сдвигать. Вот, вот пошло, вот расстояние. Видите? Тоже мизинчик вмещаться. Вот, видите? А начиная отсюда, они все спрессованы. Так, и проверяем сразу. Сейчас больно? Нет. Сейчас? Нет. Здесь? Нет. Ну, все, можете домой. Вылечили. Смотрите, сейчас дожили. Просто. То есть, когда я сжимал, да? Вот сбоку, я куда сжимал вот эти фасидические суставы? Выяснилось, L5, L4 нормально, а L3 вот он тут где-то болел. Вот сейчас я за кожей его вытернул, вытернул, помните, вот. И все, рассоединил, и уже боли нету. Вот, где-то, позвонок нету, да? Так, ну что, пойдемте, друзья, отрабатывать все на живой натуре, на примерах, и потом с новыми навыками я отпускаю людей с новой профессией, высокодоходной профессией в путь в работу с понедельника к довольным клиентам. А если вы не знали, то, могу тебе найти. Селеви. 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 Селеви.